Всем привет! С вами Илья Т. Добро пожаловать в новое видео. Недавно я посмотрел очень интересный эксперимент на канале Игоря Белецкого. У него очень много разных интересных экспериментов. Но меня заинтересовал один из его экспериментов, который ему послал один из его подписчиков. Из журнала «Юдный техник», 90-й год, 4-й выпуск, под названием статьи «Волшебство электростатики». Я много раз перечитал эту статью, чтобы не упустить ни одну мелочь. Автор этой статьи, походу, специально упустил некоторые мелочи, чтобы заставить нас задуматься или поэкспериментировать. А именно, какого размера должен быть шар? Или каких размеров должны быть шарики? Вроде мелочи, но... Это мелочь, мелочь. Но нет ничего важнее мелочей. От любой, даже самой ничтожной мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений. Ну что, начнем экспериментировать. Для начала, поэкспериментируем с обычными пластиковыми бутылками. А начнем, пожалуй, с этой. В этой статье сказано, что нужно потрясти шарики. Это займет много времени и не слишком эффектно. Поэтому мы сразу придадим бутылочке электростатический заряд. И посмотрим на результат. Я приделал палочку, чтобы было удобно держать. Как сказано в статье, вы тоже можете приделать палочку для удобства. И как мы видим, что когда мы передали электростатический заряд от бутылочки к шарикам, они стали весело подпрыгивать. Как сказано в статье. Когда шарики немного успокоятся и немножко потрясти бутылочку, то шарики начнут плавать как в воде и левитировать как в невесомости. А теперь проведем эксперимент с этой бутылочкой. Также придадим ей электростический заряд. А теперь проверим с более крупными шариками. Как будет действовать. Музыка Теперь давайте проведем эксперимент с шаром. Так как я не нашел цельный шар, я склеил с двух половинок игрушки. Чтобы было удобно, я приделал с пластиковой бутылки горлышко, чтобы ставить палку. Существовали шар. Как мы видим, что шарики стали весело подпрыгивать. А это значит, что наш эксперимент удался. Хотя юный техник никогда нас не обманывает. Но упустил некоторые мелочи, чтобы заставить нас подумать и поэкспериментировать. Каждый может сделать такую игрушку в домашних условиях. Можно сделать из любых пластиковых бутылок. Или есть такая возможность, то есть шара. Ну, на этом все. Сегодня мы с вами провели интересный эксперимент. Из журнала Юный техник. Волшебство электростатики. Он является не фейкалом. С вами был Илья Тер. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok